Приветствую вас, вот смотрите, мне кажется, что в основе вашего такого состояния, в основе вашего сна лежит обида на деда, невыраженная обида на деда, может быть боль, агрессия на деда, связанные с тем, что он ушел и, возможно, вам это очень тяжело далось, тяжело вы переживали его уход, невероятно, вот, хотя, конечно, тут возможны, безусловно, какие-то, ну, какие-то нюансы, да, возможно, какие-то, значит, ну, какие-то моменты, вот, но мне кажется, что основная история, она именно в этом, что дедушка ушел, вот, а вы его, как бы, не то чтобы не отпустили, да, вы, как-будто продолжаете на него объясняться за то, что он ушел, и, по сути дела, речь идет исключительно о том, что вам нужно и нужно от него, да, то есть речь идет о том, в чем вынуждается, в чем и как вынуждается, вот, в своем дедочке, какие у вас были отношения и так далее, то есть это невыраженная обида на него, злость и, соответственно, агрессия, вот, это не видится в вашем сновидении, вот, соответственно, значит, что произошло, да, то есть, ну, как бы, почему так произошло, да, и почему вам это приснилось, ну, я полагаю, что ответ на этот вопрос лежит в вашем прошлом, то есть, в том, что произошло непосредственно перед данным событием, непосредственно, там, скажем, ну, скажем, неделю назад, может быть, две недели назад, вот, в течение двух недель с вами что-то происходило, такое, что, вот, навело вас на эту мысль. Причем, истерика, которая у вас началась наяву, это также очень серьезный показатель вашего внутреннего разлада, противоречит, то есть, истерика вообще, истерика, в принципе, это всегда история про внимание, вот эта история про то, что я хочу внимания, мне, ну, я хочу внимания, а я нуждаюсь во внимании, и так далее. И, возможно, возможно, дедочка был для вас кем-то вроде первого мужчины, которого вы вообще знали, да, особенно если у вас не было отца, вот, ну, вообще, такая привязка к деду вполне может означать, что с отцом у вас недостаточно близкая была связь, вот. Я был для вас первым мужским образом, первым мужчиной, которого вы видели, которого вы чувствовали, которого вы любили, который вас любил, вот. Ну и, соответственно, вот то, почему у вас случилась истерика, произошло где-то вот неделю или две назад, то есть, ну, вот в течение двух недель. Может быть, это нереализованные желания какие-то, нереализованные потребности, может быть, у вас что-то не получилось, что-то у вас, там, разладилось, да, что-то вы, чего-то вы сделать не смогли того, что, ну, хотели, того, на что рассчитывали и так далее. И именно из-за этого возникла обида, которая, по сути, переросла в обиду на деду, то есть, она, как бы, ну, такая более глубокая, то есть, обида произошла внезапно, формальная обида связана с тем, что случилось, да, вот. Ну, какая-то неудовлетворенность обида, вот, это формально. Но практически, фактически речь идёт о каком-то событии из прошлого, да, и фактически речь идёт о том, что вы не отпустили, значит, своего деда, вот, по-прежнему он у вас есть в сознании, по-прежнему он у вас есть в памяти, вот, по-прежнему вы его вспомните, по-прежнему вы его вспоминаете и по-прежнему вы, возможно, по нему скучаете. Вот, это вы его не отпустили. По факту, вот, хорошо ли это или плохо, ну, на самом деле, да, то есть, как бы, тут нет ответа на этот вопрос, потому что в итоге-то есть то, что есть, в итоге-то всё равно происходит только то, что происходит в том смысле, что, вот, есть, и есть определённая ситуация, да, и всё, и тут вот, что хочет, то и делает, вот. Ну, можно проанализировать то, что снизу, да, то есть более подробно раскрыть это сновидение, и разобрать, что именно вас волнует сновидение. Я предлагаю вам в таком случае, если у вас есть подребность в этом желании, особенно если у вас истерика, вот истерика, это вообще достаточно серьёзно, это говорит о том, что вы склонны подавлять себя, подавлять свои чувства и чувства какие-то. Вот, значит, нужно составить такой, такой, биографический блокнотик за последние две недели, вот, и каждый элемент сновидения нужно проассоциировать, просто каждый-каждый-каждый элемент сновидения нужно проассоциировать. И вот, тогда будет понятно, что именно для вас, значит, это сновидение, которое вы увидели. То есть не интерпретация, да, там, наша, там, моя, там, кого-либо ещё, а именно ваше. Вот, такая вот история. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.